Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня последний четверг лета, 29 августа. Жаль, конечно. С вами Наталья Яковлевна. Здравствуйте. Вчера начали, сегодня продолжим обсуждать тему пристального контроля со стороны общественников, активистов Общероссийского народного фронта за ремонтом дорог и безопасностью движения. Напомню, что в ОНФ были приглашены ответственные лица из правительства Ульяновской области и администрации города Ульяновска. Активисты подготовили большой список с конкретными адресами, где или ремонт проходит ни шатка, ни валка, или не выполнены необходимые работы по безопасности движения, особенно школьников. Тема важная. И потому что по дорогам мы перемещаемся каждый день. И потому что средства на ремонт и безопасность заложены немалые. Это многие сотни миллионов рублей. Безусловно, здесь нужен глаз да глаз. Общественный контроль. Без него никак. Иначе не жаловались бы горожане активистам народного фронта в больших количествах. Так в ОНФ обратилась группа родителей Заволжского района. Суть проблемы в следующем. Построен новый жилой малоэтажный комплекс. Но застройщик, обещавший здесь же построить новую школу, не выполнил обещания. И теперь детям приходится ходить в 50-ю школу, а она далеко. И главная дорога к школе является опасной. Есть отрезок пути, где школьники, чтобы сократить время, перебегают дорогу в неположенном месте. Активисты Народного фронта требуют сделать этот пешеходный путь до школы максимально безопасным. Например, провести освещение. Маршрут детей проходит вдоль бетонного забора с колючей проволокой, за которым находится рынок. Часть этого участка без асфальта. Весной и осенью здесь грязно. На протяжении всей бетонной стены горит лишь один фонарь. Этого недостаточно. Здесь в темное время просто страшно, так как рядом располагаются техническая зона и гаражи. А чтобы дети не перебегали дорогу в неположенном месте, нужно поставить ограждение. Проблема никак не решается. Вот и сейчас активисты призвали к ответу Сергея Халтобина, директора областного департамента автодорог, и Александра Артемьева, директора областного департамента транспорта. Почему программы реализуются не в полном объеме? Почему многие обещания и общественников, и горожан игнорируются? Слушаем Николая Ягодина, руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Ульяновской области. Вот перечный работ по каждому объекту. Указана безопасность на Риманово в конце. 200 метров должно быть ограждение стоять. Про созидателей, да, действительно, ничего не делается. Но по светофорам, когда задаем вопрос, почему здесь указано, что необходимо установить светофор, его не устанавливают. Ответ представителя мэрии – денег у нас нет. Хотя деньги прописаны. Извините, а тут записаны деньги, все заложены. Куда девается это светофорное хозяйство? Или дальше? Мы очень серьезно обращали внимание зимой на один главный, ну не то, что главный, а дети у нас всегда главные. На пешеходный переход, это в новом городе, парк Маргелово и до 50-й школы. Там дорога не чистится, где проходят ребятишки. Перебегая через дорогу, обратились к представителям и города, и района. Ну мы понимаем, район бесхозный, там денег нет, он не влияет. Город шляет влияние на эту работу. Они не могут даже нам сказать, чья это земля. Кому предъявить претензии, не знаем. Пишем письмо на имя главы администрации города Ульяновска, Панчина Сергея Сергеевича. Он отписывает, чиновничья работа, отписывает на имя. Демидов остался исполняющий обязанности. Я вам зачитаю ответ, где мы просим обратить внимание на этот пешеходный переход, потому что там хоть дети, они погибнут. Освещения нет, дороги нет. Ответ на ваше обращение, Демидов пишет. Причем, обращая внимание, не Панчин, мы на Панчина написали. Панчин не удосужился дать ответ от себя, а поручил человеку. Итак, читаю. Ваше обращение по вопросу об устройстве территории, прилегающей к Нагановскому рынку, используем в качестве направления пешеходного передвижения к школе номер 50 в Заволжском районе, рассмотрено в Управлении дорожного хозяйства и транспорт администрации города Ульяновска. Сообщаем, что согласно утвержденному бюджету муниципального образования города Ульяновск на 19, 20 и 21 годов, от такого-то числа принятие новых видов расходных обязательств, увеличение бюджетных отстегнований на исполнение существующих видов расходных обязательств, направлено только при условии одновременного внесения предложения о наличии соответствующих источников финансирования. Ну, естественно, да, без денег ничего не делается. Поэтому вывод, в настоящее время наличие источников дополнительного поступления не имеется, на основании чего выполнение данных видов работ будет носить нецелевое использование бюджетных средств. Пусть детишки гибнут, пусть детишки в снегу в этом копаются. Вот это бездушное отношение к чаяниям и к проблемам города Ульяновск. Это первое. Второе. Да, мы радуемся, что у нас замечательные дороги. Это здорово. Но, друзья, откройте сайт убитых дорог и посмотрите, а чем хоть палец о палец кто-нибудь предусмотрел, может быть и предусмотрели, дайте нам информацию, когда, в какие сроки будут проведены работы по устранению этих убитых дорог. Для того, чтобы мы могли объяснить людям и чтобы они не думали о президенте, о том, что он говорит, а ничего не делается. Вот этими поступками города и подрывают не только авторитет президента, но уже я не говорю про местную власть. Обращение от родителей, чьи дети за 3 километра ходят в 50-ю школу, пришло в региональный штаб Народного фронта в конце 2018 года. За это время прошел учебный год, вот-вот начнется новый, а дети так и будут продолжать перебегать дорогу, рискуя попасть под машины, и проблема никак не решается. Но сколько нужно ждать, чтобы сделать освещение вдоль страшной бетонной стены, мимо которой походят школьники, и ограждение у дороги. А вот еще вопросы, на которые активисты Народного фронта, сколько бы ни бились, тоже не могут получить действенный ответ. Вот основная, наверное, задача, это разделить поток машин и поток людей, чтобы они по возможности вообще не пересекались на дороге, ни на пешеходном переходе, нигде. Поэтому существует разного рода инженерное сооружение, либо в виде наземных, либо подземных и так далее, и тому подобное. Это касается школ. Помпой было доложено о том, что на систему видеофиксации и так далее, и так далее, выделили там 680 миллионов рублей. Покажите хотя бы один проект у какой-нибудь школы на таких больших дорогах, как проспект Нариманово, чтобы там, ну хотя бы запроектировали этот пешеходный переход у 28-й школы. Камеры-то нет, мы везде их ставим, а там даже камер нет. Пять полос с одной стороны, три полосы с другой стороны. Это улица Рябиково, в которой там с одной и с другой стороны по 4-5 полос. Ну и таких много вылетных магистралей, где находится в том числе и школа. Как вы повлияет на этот процесс? Что с ливневками? Мы не можем никак получить ответ. Это не я. Мы эти вопросы задаем, ответов нет. Ливневая канализация. Почему она в колодец выходит, канализационная? Не знаю, это не наша. Почему этого нет? Не знаю. Возвращаясь к обочинам, проезжаем, у нас знаменитый светофорум Тухачевского поставили, да? Вот вы рассказываете, как здорово, мы вокруг этого, там зеленую травку, там все. Мы приезжаем туда, дорога сделана, а вот все, что рядом, вы даже не представляете, ну просто грязь, уныние, там вообще ужас. Машина заезжает, какие-то там. И что-то мы там разговариваем. Да, сделали для мобильных, да, там на 7 сантиметров бордюр вот так торчит. Он принижен, но он никак не вписывается в дорогу. Вот скажите, пожалуйста, есть ли пути изменения этой ситуации? Очередная порция вопросов прозвучала. Слушаем, что ответил Сергей Халтобин, директор регионального департамента автодорог. Вот мы сейчас говорим о разделении потоков. Это целый ряд мероприятий. Чтобы разделить, надо строить или надземные пешеходные переходы, или подземные. Уверяю вас, это значительные средства. Нет, или надо наземные тогда приводить в порядок. Тогда я доложу, значит, порядка, даже поручение президента о приведении пешеходных переходов вблизи общеобразовательных школ и детских садов выполнить. В настоящий момент по городу 55 пешеходных переходов не соответствует ГОСТу. То есть просто не финансируется это направление городом. Вот я вам просто факт говорю. Почему не финансируется? Надо, значит, обратиться, наверное, все-таки в мэрию. Мы готовы из областного бюджета, из дорожного фонда давать целевые деньги для выполнения поручений президента. То есть эти 55 пешеходов осветить. Сумма порядка 60 миллионов на эту цель. На следующий год мы 10 миллионов выделяем городу, хотя бы показать, как это надо делать. Пусть они начнут приводить пешеходные переходы в норматив. ГОСТу, где должно быть ограждение, подвод тротуаров к этим пешеходным переходам, освещение, как положено. Многие заметили, что мы теперь стали, да и город в том числе, начали освещать пешеходные переходы, как белое светлое пятно по сравнению с окружающей дорогой. Правильно? То есть усилено освещение, где яркость и освещенность в три раза больше, чем в основной дороге. Но город очень долго в этом убеждался. Я с вами полностью согласен, опять к первому вопросу вернусь. Конечно, дорогу надо проектировать, проектировать со всеми, так сказать, соответствующими стандартами. Освещения на дороге должны быть в соответствии с ГОСТом. Ливневки должны быть обязательно. Мы, кстати, этот вопрос неоднократно понимали. Что я могу сказать? Ну, во-первых, вот сейчас, если мы объекты БКД делаем, мэрия принимает эти дороги без ливневок. Что я могу сейчас сделать? Опять же, задать вопрос депутатам, Федеральное дорожное агентство заставить не принимать эти объемы или не платить, если там нет ливневки. Или ливневки включить в показатель. Я как инженер говорю, что я лично вас уверяю, что я без водоотвода ни одной дороги не строю и не реконструирую. У меня специально заложен раздел «Водоотвод с дороги». Ну, давайте зададим городу, почему у них такого раздела нет. А может быть, действительно показатель включить? Ведь у любой дороги есть показатели. Дорога, тротуар, газон, наличие ливневки, наличие системы освещения. Если есть ливневка на данной дороге, значит, спросить, почему она не работает. А если нет, спросить, почему нет. Вчера буквально выезжали в Меликевский район на трассу Дивный-Уткин-Новоселки. Сам я выходил, смотрел эту дорогу. Несколько участков свежего асфальта уже уложено. Ну, что в глаза бросилось? Я подхожу к обочине, как бы сую ногу под асфальт, нога тонет там. То есть, я никакого там бетона не увидел. Такое ощущение, что там щебенка с грязью. То есть, вот у меня фотографии есть. Такое ощущение, что вот часть разбитой дороги где-то, ну, асфальт сняли, грейдером прошли. И укладывается сейчас асфальтовое полотно. Вот у меня такое ощущение. Опять же, там, где эти участки заканчиваются, новая дорога шире, чем старая. И асфальт, такое ощущение, просто положено, ну, как бы частично на обочину. Как вот была старая обочина. Там с травкой. И вот прямо вдоль этой травки это новая, как бы, новый асфальт укладывается. Нет, там крошкин-то была старая. Старая, ну, как первый асфальт. Ну, может быть, с крошкой, может быть, да. Но нога не должна тонуть, как бы, вот. Потому что действительно ездят нефтевозы. Если так она будет сделана, она в следующем году уже плывет. Ближе к новоселкам такое ощущение, что, ну, асфальт более-менее свежий. Ну, уже он в провалах, в трещинах. Ну, вот, по нашему мнению, мы не профессионалы, но с этим же участком примерно через год-два будет то же самое. И еще вопрос. Там действительно, на этой трассе находится нефтебаза. Около нефтебазы там, ну, вообще вот, на легковой машине тяжело проехать. И вот такое ощущение, как мы поняли, что в эту федеральную программу, вот участок, который непосредственно около нефтебазы, он не попал. Какие средства выделяются на ремонт, на один километр ремонта? Значит, я вам говорю, порядка 14 миллионов, это на ремонт, на один километр. Вот о чем я говорю, это стабилизация и один слой, или с фрезерованием два слоя. Ну, вот в эти суммы мы укладываемся. Капитальный ремонт, это уже, это не наши нормативы, это нормативы Федерального дорожного агентства. Там у них за 22 миллиона цифры уходят. Нам таких денег по линии БКД не дают, нам дают 14 миллионов. И вот в эти 14 миллионов и километр мы должны отремонтировать или перевести в норматив дорогу. А у вас еще один вопрос. Вот главная трасса, которая уходит на Дивно, значит, вот там 4 или 5 километров, все хорошо, отлично сделали дорогу. Остается километр до моста, я понимаю, если бы там километр был чистый асфальт, ее делать не надо, оставили. Но этот километр, он весь в ямах. Вопрос, ну почему-то не доделали. Все нормально довели, километр оставили. Это какая цель? Здесь денег нет. Попытаюсь, да, да нет, 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 давайте я все только отвечу. Ну отчасти правильно, денег нет. Давайте так, у нас в начале года определяется участок, который мы делаем. Мы его расторговали, мы его сделали. Все остальное на следующий год. Я вас уверяю, я вам сказал, эта дорога будет по контракту жизненного цикла за 3 года отремонтирована. Узюкова-Тольятти. Она будет исполнена, ну и дальше, наверное, будем обсуждать свою. Как она будет содержаться до 2024 года. Александр Артемьев, директор департамента транспорта, рассказал участникам круглого стола, какие областные министерства отвечают за выполнение федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и о том, что в итоге этот проект должен существенно снизить смертность на дорогах в 3,5 раза. Если сейчас мы говорим, что у нас погибает порядка 160 человек, то их должно не превышать 60. Все равно страшная цифра, но, тем не менее, точка отсчета задана. Теперь, значит, про сам проект. Проект был добавлен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по инициативе МВД. Получается, на федеральном уровне им руководит МВД РФ Российской Федерации, на региональном он достался Министерству промышленности и транспорта. По данному проекту наша основная роль – это а. инициаторы и б. интеграторы. То есть мы должны достучаться иных органов исполнительной власти, задействованных в проекте, будь то Минобор, который в этом году несет, наверное, основную нагрузку, потому что он организует работу с несовершеннолетними, проводит различные конкурсы. То есть, по сути дела, присутствует везде, где речь идет о формировании у граждан безопасного поведения на дорогах. У нас еще один орган исполнительной власти, напрямую задействован в проекте, это Минздрав. Его мероприятие, ввиду того, что бюджет у нас формируется на три года, а его мероприятие весьма затратное – это формирование травмпунктов, переоснащение действующих и создание новых, по схеме у нас получается, большой нагадки на чердаклы и новом элкла. То есть с целью закрыть всю дорожную сеть региона травмпунктами для оказания скорейшей медицинской помощи, так называемой «золотой час». Чем быстрее мы человека начали лечить, тем больше шансов, что он выживет. То есть они получают, с одной стороны, наиболее затратные, с другой стороны, вот вдумайтесь в цифру, из 91 погибшего в течение 7 месяцев на территории Ульяновской области, порядка 30 умерли уже либо в машине скорой помощи, либо в медицинских учреждениях. Наверное, шанс был бы гораздо больше, если бы вблизи оказался травмпункт, обеспеченный как персоналом, так и техникой. Раз. Если бы реанимобиль был более современным, более быстрым, более подготовленным персоналом. Да, мероприятия затратные, да, мы смогли их ввести в бюджет по окончании трехлетнего бюджета. Сейчас решаем вопрос, как передвинуть их на более раннюю стадию, потому что людей надо спасать уже сейчас. Основная причина смертности, насколько я помню, это встречка. Коллеги из ГИБДД могут подсказать, это встречка. Какие мероприятия по встречке могут быть запланированы, чтобы исключить выезд, фиксация, ну то есть человека напрячь перед встречкой, что стоят камеры, знаки там и прочее. Ну вот вопрос, как и что по встречке. Самым идеальным вариантом, как избежать встречки, является разделение двух полос, чтобы встречные направления никогда не встретились. Вместе с тем, мы с вами прекрасно понимаем, что организовать это на всей дорожной сети региона просто нереально. Разделительный барьер, это дополнительные потери от проезжей части, порядка двух метров берем, потеряем одну полосу. На ряде региональных дорог у нас в принципе есть две полосы. Если мы потеряем одну, то оставим только одно направление для движения. То есть сделать везде это нереально. Скажем так, не по времени, не по средствам это сделать везде нельзя. Раз. Где это можно будет, сейчас так же мы с ГАИ собираемся чуть ли не каждые две недели, да, и думаем, что же можно все-таки сделать, чтобы разделить. По дорогам я еще раз говорю, это одно из наших направлений, которое напрямую касается нас. Фото-видео фиксация также выявляет, но там выявление достаточно незначительное. Порядка 500 нарушений у нас с начала года по встречкам. Это те, которые были составлены, отосланы и не оспаривались. Вы слушали репортаж из Общероссийского народного фронта в Ульяновской области, где, как вы слышали, прошло бурное обсуждение реализации федерального проекта «Безопасные качественные дороги». В предыдущем репортаже уже прозвучала озабоченность по поводу безопасности школьников на дорогах. До начала нового учебного года остались считанные дни. Дети и молодежь кто пешком, кто на общественном транспорте отправятся в школы и университеты. Раньше мы вас уже знакомили с научным исследованием о настроениях школьников выпускных классов и тем, куда после школы они хотят поступать, чтобы учиться дальше, в какие техникумы и вузы. Это исследование провела Наталья Антонова из Центра стратегических исследований Ульяновской области. Сегодня продолжим это обсуждение. Речь пойдет о выборе вузов. Каким вузам наши ульяновские школьники отдадут свое предпочтение? Конечно, зачастую дети все-таки выбирают ту профессию, с которой они больше знакомы. И те профессии тех специалистов, которые они видят вокруг себя в своей жизни, наверное, они полагают, что больше знают эту специальность и знают условия труда. Зачастую надо отметить, что ребята делают свой выбор и на основе рекомендаций, а иногда и, скажем так, наставлений родителей. И не всегда надо здесь отметить, что их профессиональный выбор соответствует их способностям, их желаниям, их интересам. Часто действительно ребята идут и выбирают ту специальность, которую им посоветовали или на которой настояли родители. Здесь причины могут быть разные. Часто это бывает просто семейная традиция. Чаще родители полагают, что они прожили жизнь и им виднее. Тем не менее, говоря о реальном секторе экономики, действительно очень маленький процент ребят, которые видят себя в дальнейшем в обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве. Но для того, чтобы понять, что нужно изменить, наверное, нужно все-таки глубже покопаться в причинах. Одной из причин здесь является то, что зачастую молодежь, они хотят быть так называемыми белыми воротничками. Они хотят работать в офисах, не видят себя, скажем так, в поле или у станка. Здесь часто причина бывает в недостаточном информировании. Ведь меняется жизнь, меняются технологии, меняются условия труда. Если мы говорим про работу у станка сейчас, профессия рабочего совершенно отличается от той, которая была, допустим, 10 лет назад. Мы знаем, у нас с вами много новых предприятий за Волгой. Но, к сожалению, не все родители, не все ребята, учащиеся, знают об этих организациях. Мало кто еще там побывал. Да, они активно идут навстречу, когда, ну, по роду предыдущей своей деятельности, мы начали реализовывать такой проект, как профориентационные родительские собрания, куда приглашали представителей этих организаций для того, чтобы они больше рассказывали о себе, показывали презентации о своей организации, условия трудоустройства. Но когда ребенок непосредственно посещает предприятие, когда он видит те условия труда, в которых работают современные рабочие, в чистой одежде, в чистых цехах, у них все равно меняется мнение. И, на мой взгляд, нужно как можно больше проводить таких мероприятий. У нас даже была идея о выпуске такого цикла информационных программ, может быть, даже и на телевидении, для того, чтобы охватить как можно большее число школьников, чтобы ребята даже из удаленных уголков нашего региона могли видеть, насколько интересно, насколько престижно работать на современных промышленных площадках, которые используют новые технологии. Это второе. Также отчасти выбор в пользу, скажем так, гуманитарных специальностей, он связан с тем, что ребята говорят, на технических специальностях сложно учиться. Да, на самом деле это так. Но в то же время, например, очень часто мы слышим от преподавателей технического университета, где большая часть технических специальностей у нас сосредоточена, они сетуют на недостаточную подготовку поступающих по таким предметам, как физика, математика, информатика. Что здесь необходимо сделать? Конечно, нужно усиливать уровень подготовки еще в школах, для того, чтобы ребята могли нормально осваивать в дальнейшем программы по техническим специальностям. Также не могу не отметить, что одним из факторов, почему ребята все-таки выбирают гуманитарные или экономические специальности, при том, что практически во всех вузах у нас, можно сказать, не осталось бюджетных мест на экономические, юридические специальности, они до сих пор пользуются огромным спросом. И родители платят за обучение детей, направляют на внебюджетное обучение, именно, тем не менее, на эти специальности. То есть спрос, он, если и падает, то незначительно за последние годы. Но когда мы посмотрели стоимость обучения, мы с вами понимаем, что не каждый ребенок может пройти по баллам ЕГЭ на бюджетные места, если конкурс довольно-таки серьезный. Мы посмотрели по стоимости обучения. Сравнили как раз-таки экономические и юридические специальности с инженерными. Здесь разница существенная. Если по прошлому году стоимость обучения на экономических и юридических специальности составляла где-то порядка 80 тысяч рублей в год, то на инженерных специальностях она выше 110 тысяч рублей, то есть 110-114. Это разница ощутимая. Мало того, что учиться сложнее, еще и дороже. Конечно, очень часто выбор делается в пользу, скажем так, социально-гуманитарного направления. А вы можете объяснить, почему дороже обучение на инженерные специальности? Стоимость здесь окладывается из многих факторов. Но, на мой взгляд, здесь, конечно, все-таки на инженерных специальностях требуется и больше оборудования, более дорогостоящего оборудования, инструменты, те же стенды, на которых непосредственно происходит обучение. Я думаю, что вот это связано как раз-таки именно с применением, использованием учебного оборудования. А тем более, если мы говорим о новых технологиях, то, соответственно, хорошее оборудование, оно и стоит гораздо дороже. Что касается конкретно самих вузов, то половина, то есть чуть более 50% одиннадцатиклассников у нас определились уже с выбором образовательной организации. Надо сказать, что 60% от числа определившихся все-таки выбирают ульяновские вузы, лидером из которых является УЛГУ. Немного ему уступает технический университет. Далее следует ульяновский педагогический университет. И самое низкое число голосов из ульяновских вузов у нас набрал УЛГАУ, аграрный университет. Также не могу не отметить осведомленность сегодняшних школьников относительно образовательных организаций, находящихся за пределами нашего региона. Но мы понимаем с вами, что ЕГЭ сейчас предоставляет возможность школьникам довольно-таки широкий выбор образовательных организаций. И география образовательных организаций, в которые бы хотели поступать наши ульяновские школьники, она довольно-таки широка, от Архангельска до Краснодара. Конечно, большее число респондентов хотели бы обучаться в вузах республики Татарстан, здесь более 12%. Так отметили, причем тоже сразу бросается в глаза, что наиболее популярным университетом здесь является Казанский федеральный университет. Огромное число респондентов, очень много положительных откликов. И надо сказать, что университет проводит огромную информационную работу относительно привлечения абитуриентов, просто огромную. И это нужно взять, наверное, на заметку нашим вузам, как нужно работать с абитуриентами, что достаточно большое число школьников соседнего региона просто двумя руками за поступление в этот университет. На втором месте, понятно, что это столичные вузы, вузы города Москвы, Самарской области, Санкт-Петербурга, Пензенской области, Краснодарского края. Таким образом, подводя такой краткий итог, необходимо отметить, что пока система образования не совсем ориентирована на запросы наших работодателей. И пока, скажем так, профессиональные ориентиры наших школьников, они идут вразрез с потребностями экономики. Большинство ребят при этом, как еще раз повторюсь, хотят развиваться, хотят получать знания, и в большинстве своем выбирают рейтинговые вузы для получения качественного образования. Вы слушали Наталью Антонову из Центра стратегических исследований Ульяновской области. Она рассказала о том, о каких СУЗах и ВУЗах мечтают ульяновские школьники выпускных классов. В эфире рубрика «Родная речь». Слушаем постоянную ведущую Дарью Рыкову, редактора одного из региональных информационных сайтов. Родная речь Сегодня хочется остановиться на тех ошибках в употреблении слов, которые многих раздражают. Но сразу стоит оговориться. Не стыдитесь, если вы их допускаете. Просто прислушайтесь, запомните и говорите или пишите правильно. Одно из самых раздражающих слов на письме – это слово «кардинально». Например, многие часто получают такие сообщения «Я кардинально поменял свою жизнь». Вроде хочется порадоваться за человека, но не выходит, потому что нет такого слова «кардинально». Это слово никак не связано с координатами или координацией. Есть наречие «кардинально», и пишется оно через букву «а». Буква там не удваивается, она одна. Этимологический словарь русского языка подсказывает, что слово «кардинально» образовано от латинского «кардиналис». Главный, основной. Здесь можно вспомнить слово «кардинал», которое, например, у Дюма в произведениях встречается часто. Это вот главный человек, кардинал. И слово «кардинально» пишется только так, через букву «а». Еще одно раздражающее слово. Оно проще уже, не такое сложное, как «кардинально». Но тоже ошибка очень раздражает на письме. Слово «обожать» пишут через букву «а». «О-БА-ЖА-ТЬ». Простой глагол, в котором почему-то часто делают ошибку в корне. Значение слова претерпел некоторые изменения. Первоначально глагол «обожать», который пишется через два «о» – «обожать», означал «почитать как Бога», «боготворить». А уже сейчас это означает «испытывать кому-то сильные чувства». В случае, когда знание этимологии слова нам поможет правильно его написать. «Обожать» сравнивать с Богом. То есть здесь корень «бог», буква «о», все сразу понятно. Еще одно слово, которое я недавно встретила в рекламе и ужаснулось – «агентство». Мы говорим «агентство», пишем «агентство». И в рекламе одного из агентств слово «агентство» было написано неправильно. Это просто поразительно. Но, тем не менее, очень многие люди допускают эту ошибку, забывают писать непроизносимую там букву «т». Но здесь легко проверить проверочные слова «агент». И так можно понять, что буква «т» там просто необходима. Также люди часто пишут с ошибкой слово «почерк». Это слово уже нам все реже и реже приходится употреблять, потому что мы все реже и реже пишем вручную. Но, тем не менее, это касается детей, студентов, которые еще активно пишут ручкой. И слово «почерк» пишут «подчерк». Какой у тебя красивый подчерк, например, хотят похвалить ребенка, но таким образом делают сомнительный комплимент. Потому что в слове «почерк» не может быть буквы «д». И здесь нельзя сравнивать это слово со словом «подчеркивать». Поэтому возникает эта ошибка, и там лишняя буква «д». Слово «почерк» не связано со словом «подчеркивать». Если хотите запомнить правильное написание этого слова, лучше вспоминайте глагол «почеркать». У многих сейчас почерк такой корявый, что казалось бы, что они вот «почеркали» и вот «почерк». Также люди часто делают ошибки в сложном слове «скрупулезно». И пишут «скрупулезно». Это вот просто огромное количество ошибок встречается в этом слове. И наверняка те, кто сейчас слушает программу, сам допускал эту ошибку. На самом деле значение этого слова точное до мелочей и тщательное. Вот и приходится тщательно выписывать «крупулезный». Слово происходит от латинского «скрупул» с «каменистой». А в Древнем Риме также было слово «скрупул» – «острый камешек», означающий единицу веса. Вот запомните этот «скрупул» и пишите «скрупулезно», а не «скрупулезно», как часто делают ошибку. По более простым словам перейдем. Слово «простынь» очень часто употребляют в разговорной речи это слово. И даже в тот момент, когда вы стелите простынь, вы уже допускаете ошибку. Потому что правильно говорить «простыня». Чтобы удержать себя в рамках литературного языка даже в быту, там, где вы стелите постель, правильно говорить «стелить» простыню, а не простынь. Одна из самых раздражающих ошибок в разговорной речи в глаголах – это слово «налазит». Очень часто можно слышать на улице где-то от взрослых людей, от детей. Это практически открывает огромное количество неправильных форм глаголов. Этот глагол словно бы намекает, что ваша одежда стала немного уже, чем была до этого, и уже на вас не налезает. Расстроиться можно, а вот о правилах русского языка лучше не забывать. И употреблять вместо слова «налазит» – «налезает». И последнее слово, которое хотелось бы разобрать сегодня, это то, что можно часто услышать в кафе, в ресторанах, где-то в кофейнях, когда вместо «эспрессо» говорят «экспрессо». Вроде бы нам тоже подсказывает быстрота приготовления этого напитка, «экспресс» есть слово. Но вот в случае с кофейными напитками никакой «экспрессо» вам не поможет. Здесь важно запомнить, что итальянское слово «эспрессо» в итальянском алфавите нет буквы «х». Итальянцы не могли просто придумать такой вариант. Поэтому они дали название этому кофейному напитку «эспрессо», и мы просто перенесли его в свою жизнь. Итак, мы разобрали те ошибки, которые всех раздражают. Разумеется, это совсем не полный список ошибок. Можно в следующих программах продолжать и продолжать до бесконечности их. Но хочется надеяться, чтобы ни вас не раздражала речь окружающих, ни вы не раздражали кого-то. Для этого вам нужно просто открыть словарь или послушать нашу программу для того, чтобы запомнить, как говорить не надо. Вы слушали Дарью Рыкову, филолога и редактора одного из региональных информационных сайтов. Говорите и пишите правильно, грамотно и красиво. И завершает нашу передачу рубрика «Аленький цветочек». Слушаем Зинаиду Крабцову. Доброе утро. Сегодня мы поведем разговор не о совсем добрых вещах. Говорить неприятно, но надо. О паразитах. Они приспособились жить везде. Абсолютно во всех органах животных и человека. Чувствуют себя комфортно. Иногда не выдают места своего пребывания. Живут и все. Тем не менее, человеку это совсем не нравится. Он болеет, ему плохо. Ведь паразиты питаются самым лучшим, что есть в теле человека. Загрязняют продуктами своей жизнедеятельности и отравляют его. Заразиться любыми паразитами можно легко. Яйца их невидимы. А некоторые особи настолько малы, что могут проникнуть через кожу человека беспрепятственно через поры. А далее люди болеют, иногда лечатся, совсем не зная причину болезни. Иногда долго, тяжко кашляют, принимая дорогие капсулы, бронхит и так далее. Но кашель не проходит. Это значит, в легких обосновались паразиты. И простыми средствами их не уничтожишь. Какой же выход? Он есть. Каждый человек должен следить за своим здоровьем, в том числе и освобождаться от паразитов дважды в год. Как это сделать? Конечно же, надо посоветовать с врачом. Ведь не всем подходят одни и те же лекарства. Кому травы хороши, а кому они противопоказаны. Я не буду говорить о химических средствах очищения организма от паразитов. Я расскажу о травах. Вот, например, самая действенная, самая доступная и самая дешевая пижма – наше растение. Сейчас, к сожалению, осталось ее не так уж много. Раньше ее много было около ферм. Любит хорошо удобренные почвы. С закрытием ферм как-то незаметно ушла. Теперь ее можно приобрести только в аптеке. А кому повезет – в поймах малых рек. Второе растение – полынь горькая. Настоящий враг всех паразитов. Ее, к счастью, не так трудно извести. Только учтите, полынь горькая, а не другая. Их много. Но это своей привлекательностью и пряным запахом не даст подменить себя. И третий ингредиент против паразитарного лекарства – гвоздика. Ну, а с ней совсем просто. Пошел и купил пакетики в магазине. Все три ингредиента размолоть в кофемолке отдельно. Хранить отдельно. Для очищения делать смесь. По пол чайной ложки без верха. Все три положить в стакан с небольшим количеством воды. Тщательно перемешать. Другой стакан с водой должен быть рядом. Далее, одним глотком выпить травы. Сполоснуть водой, чтобы не осталось ни одной крупинки. И запить еще чистой водой. Сделать это не менее, чем за 30 минут до еды. Один раз лучше ночью. На пустой желудок. За сутки три раза. Всего недели без перерыва. Повторяю, одну неделю. Если будет плохо, например, гипертоникам, лечение прекратить. Переходите на химию. Не мешает в это время принимать экстракт солодки, чтобы удалять погибших паразитов. Вот и все. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. Вот и все. С вами была Наталья Козина. Спасибо за внимание. Встретимся вечером. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok